ребята привет сегодня уже 21 я после дня рождения ничего не снимал потому что ничего не происходило я просто был дома отлеживался на море один раз ходил по можно короче ничего не никуда не ходил никуда не ездил и сейчас вышел в магазин за продуктами мне все закончилось готовить нечего ну я имею ввиду там мяса нету овощей и пошел я в магазин короче сейчас три дня хочу сходить пока не начались эти адские давки вечерние когда все с пляжа были улице достаточно таки нормальная погода не нету этой адской жары которая была в июле начале августа такое меня очень устраивает та жара когда конец июля начало августа и вещи с температурой лежал это конечно не хочу такую жару я я сам от себя такого не ожидаю что я такое могу сказать но не хочу а я ребята кстати наврал что ничего не снимал вчера мы есть для в ялту и этот ролик на основном канале он новый был который и сейчас меня кстати ждут дима но они еще не ждут они еще сами не собрали не собраны дима лёха оля пойдем купаться я только за продуктами назад кстати посмотрим что там у нас на смотровой площадке какие у нас виды сегодня он вообще никого нету слушайте ну на солнце довольно таки жарко они не подумали что вот этот столб будет мешать обзору такое облако на петле лежит на и петре ну и вон у нас какой вчера кстати волны вроде как на море были мы ночью лежали вчера так что творится мы вчера домой вернулись в час ночи представляете я говорю я так долго в ялте никогда не был мы назад шли уже даже пушкинская все 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 было пустое первый раз тогда поздно я в ялте задержался но я или же там ночевал но я в это время не гулял а вчера мы еще машине шли считайте от массандровского пляжа через всю набережную и застали то время когда вообще никого нету что я хочу отметить я это там в ролике не говорю много листвы много мусора на ну это надо утром конечно смотреть я вечером видел под метут ли ну так вот такие неухоженно ялта выглядит вечером но листва падается с обильно сухости кошка чертами ад монды мин станса так сегодня по моему если не мешаешь бай сегодня вроде суббота в общем вот такие пироги ребята петры какая красивая она мне это идти в это эту прогулку, вот так вот до зубцов пока еще день световой длинный и уже не так жарко надо собраться и пойти не с кем, блин одному так не особо хочется Полина, блин, не любит такое она не очень любит походы вот на это я, ребята, смотрю все время здание и говорю, как бы здесь пятерочка, да, была возле администрации прям напрашивается вон какая хорошая была ребята, я немножко все переиграл сейчас я иду на камне купаться у меня знакомые там приехали пойду с ними встречусь скупнусь а потом пойду, наверное, на городской пляж к Диме, Илюхе, Кате Оле они еще я уже в магазин сходил и уже повернулся уже продукты выложил они еще все собираются ну, я думаю, что когда я уже там скупнусь встречусь наверное, уже и они дойдут до пляжа ну, пока, короче, так ну, что, ребят, я тут начинаю спуск тут вон даже дети в этом году все на камнях короче, все, ребят я дошел до камней сейчас мне осталось туда к бабушке с дедушкой спуститься и все и все короче, такое дело бегу я в кинотеатр главный герой где Дэдпул снимается короче, я сильно хочу этот фильм не пропустить в этом году и сильно не хочу пропустить Отряд самоубийц ну, все главный герой я уже посмотрю и останется Отряд самоубийц фильм через 10 минут я выбежал прям короче, ребят, все я успел мы в кинотеатре кинотеатр покажу после фильма тут реклама началась короче, классный фильм с Амитой ребята, привет сегодня новый день мне сегодня с утра написала Ася ну, она мне и до этого писала но так как я болел потом день рождения было в общем, мне приходилось отказываться мне, конечно, себя за локти кусал за то, что отказываюсь но я не мог не знаю, корона это или не корона ехать на рассвет или фотать русала а потом день рождения а потом что-то свои съемки тут были в общем, вот еду сегодня должно было быть две ну, вот сейчас днем две съемки но что-то пошло не так ну, да нет все так ну, просто не две, а одна будет и рассветы я, видите, термос взял рассветы завтра я решил, что не буду я туда-сюда ездить сейчас уже просто времени четыре съемка у меня в полшестого пока я сделаю пока я туда-сюда уже вечер пойду там тоже ролик сниму и уже и спать в машине завалюсь вот это вот ездение туда-сюда время тратить ребята, все я в город Зуфе мое место занято я встал вот здесь наверху возле вот этого гаража за этот гараж все время в туалет хожу это вот здание какое-то непонятное оно такое советское большое ну, какое-то как будто там подстанция какая-то как с электричеством и оно длинное и там тоже бестолковое вон, как я встал прям на горе вон, братан стоит доехал вообще быстро я доехал 45 где-то минут ну, 50 может быть я еще специально думал что если я еще полчаса в Семьезе просижу то я поймаю ялтинскую пробку а мне ну, там еще было чем позаниматься ну, я все бросил и поехал и тьфу-тьфу я вообще на раз прошел ладно, сейчас фотосессия и потом пойду ролик снимать капец, ребят, посмотрите 17-й, 18-й, 19-й, 20-й так, 17-м купил 18-м год 19-й, 20-й, 21-й 4 года вот за 4 года оплетку эту я тоже покупал сразу же как машину купил ну, в такой вот приходит эта оплёточка надо ее вообще, наверное, снять ну, блин заводской оплетки наверное, там какая-то я думаю, что такое меня уже комары тут едят короче, вот прям по кругу она вся захреначилась но самого внизу самое сильное потом зашел в магазин купил сырок съел и вот медленно но верно Но все равно еще 40 минут Мне до фотосессии Фотосессия, кстати, в море будет На Сапах На Сапе Дошел я до центра Просто я там под знак Заехал И я не был уверен, есть там перекресток или нет Ну, чисто теоретически Он там есть, там, где я поставил Знак остановка Стоянка запрещена Может действовать до первого перекрестка А там перекресток Ну, типа это Во двор заезд И как наверх уезжать И я поставил, как наверх уезжать Значит, чисто теоретически Я проехал перекресток Можно, наверное, не бояться Но я все-таки вернулся Все перепроверим И пошел назад Такие тапки на девушке С пухом Ёпа-мать Вы посмотрите туда вперед Это же прям капец Все оттуда грузуфи Как круто Черепица смотрится на крыше Я прям иду все время И любуюсь Этой черепицей Все, я ухлечала Я возле ребят уже Пассажирский тут стоит Встреча на посадку Если высадки на посадку Приглашаются эксплуатанты теплохода Что при высадке и посадке Соблюдайте осторожнее У меня такое ощущение Что вот это не экскурсива Она как будто как Как будто как транспорт Не, на это теплоход тоже посадка пошла Смотрите, вот это туристы Не вижу я к Крыму это или нет Ну что, ребят Мы на воде Ребят, мы прямо возле Такое странное место Он держит и Ну, никуда от него не сносит Вот у нее товары Девчонки кайфуют Мы уже все к берегу А вон, смотрите, Росгвардия несется Каких-то нарушителей, наверное, увидели Солнце уже зашло Сейчас уже будет окончательно темно Поэтому мы быстро движемся к берегу Закат Я, ребята, стал замыкающим Короче Мы вообще не торопимся Мы сейчас с девушкой шли Плыли Разговаривали Про цены Она тоже фотографом была раньше Вон, уже как темнеет Надолар Медведь Уже баровон орут Мне, кстати, пришла сейчас идея в голову А не снять ли мне ролик Ночной курс Ведь я ни разу тут по набережной ночью не гулял Ладно, так и сделаем Ну разве это не кайф? По моей лыбе, растянувшейся на все лицо Понятно же, что это кайф Вы первый раз? Да Здесь первый раз На таком плитингом тоже первый раз А, на круто Ладно, чуть-чуть около берега Короче, девчонки говорят Огонь! Все понравилось Так, девчонки тут пытаются встать Давай, 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 я в тебя верю Да, че теперь уже купайся У нас за товаре каяк Пацаны говорят, девчонки, сумляйте Две русалки, вытягивайте каяк Короче, ребята, смотрите У нас за товаре К девчонкам, он к девчонкам в итоге залез А тот каяк тянет Ночной гордух Ну, еще не ночь Пол девятого А вот шарится, гуляет Оооо Тут че-то происходит Нифига народу Снял я, ребята, ролик У меня вообще такая задумка У меня там кое-что есть уже подснятое Мы еще с Льей вместе снимали В общем, как наклеить Мне пришла такая идея Я взял на утро Такие галеты Я обожаю Спасибо продавцу, что она мне их посоветовала Галетное печенье Не знаю, что брать на утро Пирожки Не знаю И еще кефир у меня есть один И снежок Ну, снежок это я сейчас перед сном, наверное, буду А фокусируйся же ты Ну, короче, видно, что снежок И все Я сейчас спать Баюшки-баюшечки Слушайте, я так сейчас На набережной стоял Слушал Мужик так играет Так поет Прикольно То на мой инстаграм подписан То видели Вообще молодец Я прям аж кайфанул Опять-таки Мне стали нравиться песни Из старых песен Из главного О главном То, что я раньше терпеть не мог Мне просто Сейчас одна подписчица Знаете, что Лука написала Говорит, Игнат, ты говоришь, что типа Сейчас он прочитает Я просто еще Ну, так Прикольно она написала Яна, ее зовут Не буду фамилию говорить Пишет Добрый вечер Добрый вечер Посмотрела ваши последние ролики В Ялте и на Инжире Вы сказали, что никогда Не любили смотреть картины А теперь, типа, стареете И уже нравится И смайлики Насмешили На Инжире Особенно видно Что вы сами художник Да, это и раньше было видно Потому что у вас много Замечательных видео В общем Это Прикол в том Что вы самый настоящий художник Фотохудожник Оператор У вас глаз художника Прям так Я растрогался Еще я говорю Сейчас еще поймал себя на мысли Что мне эта песня Песня нравится Которую вот Мама В старых песнях О главном Помните еще В 90-х годах Под конец Старой песни О главном Буду И тогда Это мне сейчас Оказалось Фу 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 А теперь Потихоньку Я их стал понимать И даже уже Попевать Еще один Звоночек Картины Старой песни О главном Так Так, к чему это мы идем? Ребят, ну что? Пол пятого сейчас. Рассветы сдвинулись. Бегу туда на базу. Сейчас, я же в машине спал. Бабулька с дедулькой, дворники такие, короче, метут. Слышу шкреп, 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 шкреп. Короче, метут. Она метет, она ей помогает. И от нее слышу такое, придурок. Костерит, короче, деда, метет, костерит за что-то. Так мило. Смотрите, сегодня сколько людей на рассветы. Еще туда уходят. Офигеть. Уже рассвет начинается. Сейчас выходим в море. Смотрите, море какое сегодня, штиль прям. Слава богу, там столько людей. Рыбаки вон пошли. Ребят, сегодня из-за того, что дети с нами, мы идем через Адалары. К него так вот близко нельзя подходить вообще. Капец, это знаете, как что-то запрещенное. Нельзя, нельзя, нельзя. И ты возле этого оказываешься. Круто. Вот они какие Адалары. Ребят, смотрите, как я прям совсем рядом с Адаларом. Класс. Уже рассвет начинается. Капец, прикиньте, вот это вот все на рассвете сегодня были. Ася, предводитель лицова. Можно ли? Вот так. Да, конечно. Давай. Сейчас у нас ехать. Винни. На фоне солны. На фоне солны. Давай. Давай. Сейчас сделано для того, чтобы обезопасить детей, которые сейчас отыкают в лагере Артек. Артек считается одним из самых таких знаменитых сейчас лагерей и входит в 105 по популярности лагерей в мире. От лагеря Артек перейдем непосредственно к скалам Адаларам. Сейчас я с вами сказала Адалары. Да, что здесь такое слово странное? Адалары. В переводе с тюркского ада это остров, лар окончание множественного числа. Поэтому Адалары в переводе и означают острова. И чем же эти острова примечательны? Мы с вами проплыли между ними и вот на левой скале, которая ближе к берегу, в 19 веке располагался ресторан. Ресторан назывался Венеция или его еще называли Русская Венеция. И это был один из самых дорогих ресторанов, которые существовали в царской России. Вы представляете, тут еще как бы особенных построек на берегу не было, а на скалах Адаларах такой вот был ресторан. А приплывали к нему только представители аристократии. Мы, ребята, всей этой гурьбой идем к Адаларам. Сейчас будет Сеня общую фотку делать. Он залезет наверх. А, он уже наверху. О, он реально уже наверху. Ладно, Сеня, видите, наверху. Так, ребятки, теперь все вместе, мы разводим и поднимаем вёсна. Еще можно поднять сейчас, да? Давайте, поднимаем все вёсна вверх! Ура! Я даже поодушевляться начну. Дети сейчас, наверное, прыгать будут. О, первый пошел. Класс! Боится! О, молодец! Ну, на самом деле, высоко, блин. Мы всю бухту заняли. Сегодня детей много цел, говорится. Дети-спортсмены с нами ходили. Дети купаются. Кто-то реально взрослый, кто хочет прыгнуть прикольно, то погнали за мной. Ксения там уже на партизанку. Сейчас они отсюда прыгать будут с партизанки. Кто-то сразу взрослых не оказалось. Кто-то говорит взрослых, где могут прыгать. А инструкторы говорят, что-то сразу взрослых не оказалось. Они, ребята, реально собрались оттуда прыгать. Молодец. Офигеть. А шалеть говорит, я летел долго. Пальцы полагают. Пальцы полагают. Пальцы полагают. Валя говорит, да, конечно, да, только настоящие пацаны оттуда прыгают. Пальцы полагают. Руки. Руки. О-о-о-о. Там даже дюзчонки поднялись. Офигеть. Неужели она сейчас прыгнет, ребята, я буду фотать? Она прыгнула, ребята, прикиньте. Девочка, молодец. Капец, я туда хрен даже залезу, наверное. Не, залезу, конечно. Страшно, говорит, конечно, страшно. Мальчик, говорит, я боюсь щелести удариться. Тренер, говорит, тоже вариант. Поэтому дежурок закрытый. Все, ребят, рассвет закончился. Иду я к машине. Сейчас я, наверное, заеду в Ялту. Видите, что опять? Причем обидно, что была свежая прическа, а я две недели лежал в постели. Поэтому пора бы подстрелиться. И я сейчас специально еще немножко времени потянул, чтобы к открытию парикмахерской приехать. Люди на пляж идут. Короче, сегодня офигенный рассвет был с детьми. Когда начали спартизан попрыгать, я прям ржал. И самое главное, что это там один. Ну, полезли прыгать совсем взрослые. Ну, я думал, что они все, правда, взрослые. А посмотрел сейчас один, короче, пирожки. Такие аппетитные, с лишними, но я не буду. Один, в общем, ну, не знаю, лет, наверное, десять было. Ну, было, есть. Короче, совсем мелкие сигану. Не знаю. Сейчас уже чувство самосохранения у нас до такой степени развито. Я, наверное, не отважусь уже. Блин, что, ребята, как думаете? Кофей не работает? Хрен. Я бы сейчас кофе сжахнул. Блин. Что ж за уродство-то все закрыто утром. Хотел же я сегодня, вчера, сегодня заброшку. Хотел вчера поснимать, а потом думаю, ну, когда мы поздно, реально, ребят, вернулись, уже темно было. Думаю, ладно, если что, утром. Ну, что-то и на утро, я думаю, что, ну, не этим утром, наверное. Мне сейчас сегодня реально важнее подстричь. У меня, ребята, завтрак. Пирожок. Я говорю, какая сестра у меня молодец. Она же все готовит. А мало того, что она готовит, так она еще все это ПП готовит. Я говорю, я если раз в неделю приготовлю для меня это событие, я жжу всякую фигню, яичницу жареную, пельмени, дашь и раки. Как мы к этому прийти, как себя заставлять готовить. И вот просто Наташа иногда выкладывает в сторисах, что она что-то к чаю делает, оно такое похоже на настоящее, но правильное питание типа. Помните про эти виллы, ну, про санаторий Грузовский? Вот они как виллы с другой стороны выглядят. Короче, они все заброшены, у меня такое ощущение. Окна везде все на растопашку. Все виллы, наверное, заброшены. Какой-то дурень сейчас идет в очках. Смотрит на меня, как я окно снимал. И говорит, туда вам вообще-то точно не пройти, это вам не семеист. Узнал меня, наверное. Я говорю, вообще-то они меня сами туда звали, у меня ролик оттуда есть. Не то, что я туда прошел, они меня сами туда позвали. Просто реально. Жалко, что виллы может ремонтировать будут. Ну, мне и тогда в комментариях писали, что они заброшены. Все, ребят, я в Ялте. Пойду я туда пешком, потому что я даже не представляю, где там машину оставить, если туда на машине ехать. В общем, сейчас стригусь и, наверное, еще зайду тоже в эту столовку. Помните, я в столовой ел? Вкусно, дешево. Наверное, какого-нибудь супчика похлебаю. Я никакого супа уже сто лет не ел. Вот такой вот полотничок с утра пораньше в Елте. Ну что, ребята, па-бам, па-бам, па-бам. Как вам мой причесок? Меня сегодня стригла вообще другая девушка. Но, правда, не с первого раза она поняла, как мне надо. Ну, переделав, все у нее получилось. Я говорю, запомните, как мне надо стричь. Она говорит, теперь уже запомнила. В общем, теперь у меня два парикмахера в этой парикмахерской, которые знают, как меня стричь. Круто. Вон, смотри, может. И время-то десять утра. Они, похоже, с десяти. Может быть, и раньше открываются. Наверное, с десяти так, кстати. Я пойду сейчас супу похлебаю, как хотел. И давай. А не с первого раза. Это я, знаете, что имею в виду? Девушка, я показал три фотографии, как меня надо подстричь, как виски надо выстричь. Потому что это самое главное для меня виски. Но девушка сделала все равно по-своему. На что я сказал. Переделывайте, как на фотографиях показал. Я не уйду, пока вы мне такое не сделаете. И она, стиснув зубы, взялась переделывать. Ну, переделала. Молодец. Я говорю, я же три фотографии показал. В общем, все. Теперь хорошо. Сегодня, короче, я взял щавелевый суп. Отбивну с капустой. И компот. И вот это все, 170 рублей. Отбивная большая, куриная.